Начнет официально закрывать наш хост, московский эксченч. Евгений? Нет? У вас есть плоды? Нет. Коллеги, на самом деле сегодня уже много всего сказано и моими коллегами, поэтому я просто хотел от лица MSKX выразить слова благодарности RIPE-NCC, оргкомитету и программному комитету. На мой взгляд, и я думаю, меня многие из вас поддержат, программа получилась достаточно насыщенной, интересной, и количество людей, которые собираются на очередном ЕНОГе, растет все больше и больше. Это значит, нам дает больше возможности познакомиться, найти новых друзей, новых коллег и наполняет нашу отрасль телекоммуникаций новой информацией. И это прекрасная площадка для обмена и знакомствами, и обмена информацией. От лица MSKX хотел бы еще раз поблагодарить всех присутствующих здесь. Мне кажется, что вечер сегодняшний будет еще интересным, у нас будет возможность пообщаться. И я хотел еще раз всех попросить, как всегда мы знаем, что нет предела совершенству, поэтому форма обратной связи и получение фидбэка от всех участников помогло бы нам сделать следующие ЕНОГи еще более интересными и с точки зрения проведения организационных моментов, и с точки зрения программы, и ее насыщенности. Спасибо. Спасибо огромное. Андреа. Заодно с маленьким кусочком статистики. Добрый вечер. И вчера я гулял по коридорам, в этой комнате зашел, посмотрел презентации, слушал, семинар слушал. И вот я начал думать о 11-12 лет назад, когда я еще был молодой, еще не было у меня серых волос, седых волос. Я был на первой региональной, как раз встреча в Москве была, это давно было. Маленькая встреча на себе была, так сказать, несколько человек пришло, но я видел очень много энергии, динамики. Я видел, что людям действительно хотелось говорить друг с другом, общаться. Сетевое общение важно, хотелось поделиться. Я видел, что эта энергия 12 лет назад была, по коммуницировать друг с другом. Я помню, как это было. И вот вчера я также понял, что в тот момент я был прав. Начиная с небольшого заседания регионального, наше мероприятие выросло в то, что оно представляет сегодня. И есть ли у кого-то представление, может быть, сколько посетителей у нас было за последние два дня? Сколько участников? Точно, точно. Вы были близко. 550 участников. Это абсолютный рекорд. Это самая высокая цифра за все мероприятия. Это великолепный результат, который показывает, в нашем сообществе продолжаются росты, люди участвуют, и участие увеличивается. И сейчас, если посмотреть по странам, большинство наших участников – россияне. Но, конечно, мы ожидаем, что это так и будет. И поэтому это не было бы возможно без наших чудесных хозяев. И хочу также попросить на сцену Москва АЭКС, потому что нашего принимающего стороны. Я думаю, что вы заслужили аплодисменты. Где вы? У нас для вас что-то есть, маленький сюрприз. И кроме хозяев, я думаю, что также аплодисменты заслужили спонсоры нашего мероприятия «Технический центр интернета». НЛАЭКС тоже. Благодарю вас. И здесь у меня огромный список имен. Не могу перечислять всех, иначе мы закончим к завтрашнему утру. Но хочу попросить всех участников программы и комитета выйти ко мне на сцену, потому что вы проделали потрясающую работу. Мы хотим вас поблагодарить. И у нас есть для вас также в качестве благодарности. Ну, вот тут на это уйдет некоторое время, конечно. И мы видели потрясающие презентации, слушали. Мы хотим поблагодарить докладчиков и, конечно, вас за то, что вы все это организовали. От имени программного комитета хотим поблагодарить наших хозяев, спонсоров MSKX, которые помогли нам создать эту великолепную программу. И, глядя на предыдущий слайд, я думаю, что вот мы считаем, что надо немножко изменить формат. Мы ждем ваших предложений. Мы хотели бы также поблагодарить наш поддерживающий персонал, наши переводчиков, которые слушали нас и пытались догнать и понять, что мы говорим. И всех, кто также работал в качестве поддержки, весь персонал. Большое спасибо. И, как Александр только что сказал, мы хотим получить ваши отзывы над тем, как мы можем дальше улучшить наше мероприятие. И присоединяйтесь к нашим обсуждениям также в мейлинг-листе. И чем больше участникам, тем веселее на сцене. И, в конце концов, будет следующее заседание. Но подробности уже мы сообщим. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в Мадриде на встрече РАЙП. И, если нет, поучаствуйте в обсуждениях мейлинг-листа списка почты. И сообщите нам, как вы думаете, что мы можем улучшить обзор 2016-го. И благодарим вас всех. Два коротких слова. Во-первых, у нас прямо сейчас начинается сбор материалов для следующего нога, который будет в Ереване. Я должен был это объявляться. У меня место, чтобы попросил. Соответственно, мы ждем интересных докладчиков. Мы ждем интересные темы. Соответственно, мы открыты предложением. Если у вас есть какие-то мысли, пишите нам. То есть программный комитет с интересом может внести какие-то изменения в программу, если это действительно того стоит. И просто еще раз напоминаю, у нас осталась так и будет группа в Фейсбуке. Она никуда не денется. Она official ENOC. Она открытая для всех. Присоединяйтесь. То есть там тоже возможно обсуждение того, о чем нам в будущем интересно поговорить на будущих событиях. Спасибо, Алексей. Я лишь добавлю, что уже процесс приема заявок на ENOC12 открыт. На сайте ENOC.org вы найдете ссылку на call for presentations. Завтра будет сделана почтовая рассылка, в частности на наш mailing list. Таким образом, мы уже ждем заявок на презентации. Первый дедлайн, который мы поставили, вы будете смеяться, 15 августа. Как можно предположить, мало кто соберется, я надеюсь, за два месяца прислать заявку до этого срока. Тем не менее, мы очень надеемся, будем ждать вас в Ереване. Теперь я передаю микрофон и место на сцене нашему хосту для нашего осеннего митинга. И он сделает небольшой рассказ о месте, где будет ENOC12. Здравствуйте еще раз. Я вас надолго не задержу. Максимум 5 минут. Итак, как уже объявили, вроде бы у нас 3-4 октября будет ENOC. Но в реальности у нас будет целая неделя, посвященная информационным технологиям. И я вам покажу, по сути, вот сперва. У нас 30 сентября по 2 октября будет крупнейшая в регионе Кавказа выставка информационных технологий. Это Digitec. Так, извиняюсь. Digitec. 3-4 у нас будет ENOC. 5-5 у нас будет армянский IGF. 4-5 у нас будет Ripe NCC Training. Так что у нас будет целая неделя, посвященная высоким технологиям у нас. Также у нас в программе посещение несколько интересных центров. Это школа АЭП, инновационная школа, которая, ну вы сами увидите, насколько она инновационна. Посещение у нас конячного завода с соответствующей программой. Посещение культурного и туристического центра Мачанэнс. В прошлом году тот, кто был, расскажет, насколько это интересно. Там у нас тестирование вина и поэзии. Ереван. Ереван – это, конечно, там, где тепло. Там, где тепло, я хочу поставить маленькое видео насчет Еревана, где вы будете. Сейчас, минуточку. Слева, 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 справа. Минуточку. Ага. Yeah, this one. Thank you. Звук есть. Звук есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!